В Одессе 4 часа дня вы смотрите новости в прямом эфире 7 канала. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Коррупция в мэрии. При передаче взятки задержали двух чиновниц. Как сообщил вице-мэр Андрей Котляр, попались при передаче денег две руководящие сотрудницы из Департамента экологии и развития рекреационных зон. Операцию совместно провели прокуратура и СБУ. Бревна, предназначенные для строительства новых корпусов детского лагеря «Виктория», отправлялись в частные владения руководства коммунального учреждения. Об этом в ходе марафона «Коррупция убивает» в эфире 7 канала заявил бывший сотрудник учреждения Александр Качалко. Другие шокирующие факты о жизни лагеря, где в минувшую субботу произошла трагедия, смотрите в нашем следующем сюжете. Александр Качалко – круглый сирота. Официально положенный срок пребывания в социальном центре закончился, когда ему исполнилось 23. В коммунальном учреждении с ним попрощались и отправили работать поваром в детский лагерь «Виктория». Но по специальности там он так и не устроился. Меня эксплуатировали, даже, грубо говоря, я как раб там был. Не кормили. Вынужден был рядом ходить попрошайничать. Я вынужден просто был уйти, потому что я не мог терпеть этого. Просто не мог. В таком же положении, как Саша, оказались десятки ребят из области. Без образования и опыта работы сироты не могут найти хорошую работу и сами себя прокормить. Этим, по словам Саши, и пользовалось руководство детского лагеря. Очень многих сирот пораскидывало на улицу, так как они не выдерживали. Я был шокирован, что тысячу гривен в месяц, и их увлекают только алкогольными напитками, как бы держат в зависимости. Вот. И просто эксплуатируют. По словам Александра, строительные материалы, предназначенные для реконструкции лагеря, вывозились за город на базу, находящуюся во владении руководителя Виктории. Очень ценный материал. Специально срубывались деревья. И во время стройки все вывозилось на предприятие за город, их бизнес. И я участвовал в этом, так как нас заставляли, чтобы мы это им погружали, вывозили и разгружали. Саша рассказывает о многочисленных нарушениях в работе детского лагеря, о том, как ежедневно испытывал психологическое давление и слушал угрозы. Очень большие нарушения были. Водили проституток. Были люди, представители органов там праздновали. Нас кормили объедками после этих праздников, когда мы с работы приходили, хозяйственных. Я просто не понимаю, зачем я там вообще там был. И меня всегда, на меня оказывали давление, и скорее всего на тех тоже сирот, что если мы не будем работать, мы будем без крыши над головой. Структур, которые занимаются такими детьми, как Александр Качалко, в городе десятки, но помощи от них мало. Выходя в большую жизнь, сироты в Одессе не знают, куда деваться. Перебиваются временными заработками и ночуют в подъездах. Законы, которые защищали бы права этой категории людей, у нас не работают. Чем пользуются нечистоплотные чиновники? Юлия Федорова, Андрей Кульба, Седьмой канал. Правоохранители рассматривают три основные версии начала пожара в детском лагере «Виктория». Об этом сообщил начальник областной полиции во время встречи с общественностью в областной прокуратуре. Первое – нарушение установленных правил пожарной безопасности. Второе – занос огня из вне, ну то есть тот же поджог. Третье – воспламенение из-за приборов электрических, в принципе, которые тоже имеют место быть. Четвертую версию теракт уже не рассматривают. Также сообщили, что на помощь одесским следователям приехали следователи главного следственного управления из Киева. В Малиновском районном суде сегодня рассматривали дело об убийстве чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко. Застрелили в еврейской больнице еще в апреле 2015-го. Главный подозреваемый – азербайджанец Хасан Бабак. Иностранец находится под стражей в Одесском СИЗО, однако на заседание Хасана так и не доставили. Причину неявки не знают ни судей, ни прокурор. В следственном изоляторе обещают разобраться, но пока неявку арестанта объяснить тоже не могут. Я уверена на все 100% что это затягивание процесса, что здесь была приложена рука обвиняемого или родственников, потому что все наблюдали, что сегодня родственники не пришли. И они заблаговременно знали об этой ситуации, знали, что его не привезут. 195 участников собрала первая международная научно-практическая конференция «Современный город. Проблемы и их решения». В течение трех дней на базе Одесской государственной строительной академии специалисты из Украины, Польши, Болгарии, Молдовы, Германии и других стран будут обсуждать, как сделать свои города современными, удобными и красивыми. Есть предложение и наших студентов, в том числе и ученых, и архитекторов, убрать улицу Приморскую и Железную дорогу Порта под землю, а сверху создать красивейший пешеходный бульвар. 75 докладов касаются таких вопросов, как инновации в градостроении, тенденции в современной городской архитектуре, энергосбережение и сохранение историко-архитектурного наследия. Города – это как люди, они абсолютно все разные. Поэтому Одесса имеет очень специфическую особенность, большую историю, прекрасную архитектуру. Как нам сохранить, как нам приумножать, как нам поступать с теми, с сегодняшним тем, что происходит в городе. Я думаю, что это будет в конечном итоге рекомендацией для нашей власти, для наших специалистов, тех, которые решают эти вопросы. И что мы решали, обязательно опираясь на мнение профессионалов. Конференция продлится до 23 сентября. Организаторы уже планируют сделать ее ежегодной. Без телевизоров, холодильников и компьютеров осталась часть жителей улицы Маловского на Слободке. Из-за скачка напряжения пострадали сразу три дома. Без света остались полсотни семей. Все подробности в сюжете Юлии Федоровой. Людмила Эдуардовна показывает дыру в своем телевизоре. Расплавлены пластики, следы копоти на мебели. В течение нескольких секунд пенсионерка осталась без единственной связи с внешним миром. Я зашла в квартиру, я услышала запах гари. Говорю, дед, что случилось? Он говорит, а вон иди посмотри. Я как глянула, а мне нехорошо стало. Огонь в телевизоре пришлось тушить подручными средствами, используя тряпки. Пламя едва не перекинулось на сервант. Никакого толку с него. Его что, разве взять да выкинут на свалку? Куда же его? Ремонтировать его никто не будет, потому что это нереально. Свет в квартирах исчез, а у местных жителей начала гореть бытовая техника. Он уже доходит до открытого огня, так вы же понимаете. У меня просто дорогостоящий холодильник. Японский шарп. Ремонт сложный будет. По словам жильцов, перепады напряжения в доме начались еще на выходных. Лампы в квартирах то гасли, то загорались ярко. Проводка начала коротить, а со столба линии электропередач на улице сорвался провод. Провод на земле лежал. Хорошо, что никто не проходил мимо, никого не убило. Тохом. Все гнилые провода. Уже 50 лет не менялись. И никому до этого дела нет. И вообще эти провода, я так понял, бесхозные. Никто за них ничего не отвечает. Местные жители тут же начали измерять уровень напряжения в сети с помощью тестеров. Данные колебались от 200 до 400 вольт. В оба энергии звоню, они же не, вы не наши. Давайте в РЭС звонить. Звоню в РЭС, они же не, вы не наши. И вот так по колесу. Все друг на друга ссылаются, но никто фактически ничего не делает. Они нам отвечают, что мы никому не относимся. Вот нас интересует вопрос, кому мы платим за свет. Жек приехал, посмотрел, уехал и сказали, мы пойдем к мэру. Ну, это мы слышим давно. Жильцы дома на Маловского, 7, уже трое суток сидят без света. Они твердо намерены подавать в суд. Вот только подсчитать сумму материального ущерба очень сложно. Слишком велики потери и число пострадавших. Юлия Федорова, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Пока это вся информация в этом выпуске. Больше новостей смотрите уже в 18.00. Оставайтесь с Седьмым, будет интересно.